Если бы там было немножко ума, его бы хватило, чтобы понять, что именно вот такое поведение, оно и ломает его рейтинги. Но ума-то нет. Очень многие люди, я к этому оказался как бы не готов к этому психологическому фактору, я ожидал другого. Но очень многие мои знакомые, у которых есть друзья, которые ну яростно поддерживали Зеленского. У меня просто таких друзей нет. А у них были такие друзья. И очень многие из них абсолютно отмахнулись от Вагнергейта, от любых других скандалов. Но после вот той пресс-конференции, которая происходила в прошлом году, в конце прошлого года для украинских СМИ, вот я от Березы это слышал, от других, они были просто жестко раздавлены. Они говорили, как? Как лидер моей страны может быть обыкновенным гопником, тупой быдлогопотой? И отказали ему поддержки. И определенное падение рейтинга, в том числе вот этот хамский разговор с журналистами и вот этот выхлоп и постоянный против Порошенко, это играет свою роль на рейтинге тоже. Поскольку избиратель Зеленского, он ведь не критичен. Ему нужно на эмоции ударить. И вот то, что делает Зеленский, это негативный удар на эмоции его избирателя. Но Зеленский верит, что он просто недоработал, что он недодавил, что если он сильнее надавит, оскорбительно выскажется. Вот сказал он, товарищ Петя, а я теперь скажу, товарищ Петруччо, там Педро, еще там что-то. И это даст эффект все-таки тот, который нужно. Ну, что поделаешь. Вот человек засунул раз пальцы, два пальца в розетку, его долбануло. Он решил, ну, наверное, это без смазки долбануло. А если я мокрые засуну, тогда не долбанет. Ну, это про Зеленского. Ну, вот сейчас сунет мокрые пальцы в розетку. Мне кажется, что такая активная попытка именно не просто нахамить Порошенко, это в его внутри. Хам есть хам. Но попытка как-то его ограничить, все-таки посадить в тюрьму, унизить, реально унизить, это у Зеленского еще и связано с одной политехнологической наработкой. Я когда-то вспоминал, как один из, ну, третисортных, но политехнолог, который это просто выносит потом свои, представляет за свои какие-то чужие наработки, мне рассказывал, что вот мы, это еще осенью было, вот тогда впервые рейтинг европейской солидарности на одну десятую опередил рейтинг сухи народа. Он тогда в это не верил, конечно, там рассказывал, что это все ложь, это все придумано, сфальсифицировано. Но вот мы посадим Порошенко, и рейтинг Зеленского снова будет как в день выборов. Такие идиоты там есть. Мне очень грустно, потому что этот идиот когда-то был как бы неплохим журналистом, работал с Александром Кривенко, помним, классик украинской журналистики. Сейчас идиот. Вот это идиот, но этот идиот, он мелкий идиот. А есть крупные идиоты, и эти крупные идиоты сидят в Василии Зеленского и нашептывают. Мы не додавили, нужно додавить, вот додавим и будет все. И у него это прорывается. Мне кажется, он до сих пор верит, что рейтинг его не то, что падает рейтинг из-за того, что он по-тупому полез на Порошенко, а что рейтинг и падает из-за того, что он не додавил. И нужно додавить. Из-за этого он дальше психует, бесится, требует, все прочее. То есть вот этот вариант его восприятия, я думаю, что он все-таки существенен. Хотя самое главное тут все-таки агентурное влияние. Там ему поддакивают, подбрасывают эмоции, ему рассказывают, что Порошенко тебя уничтожит. Ему приводят пример Казахстана. Пример для него приятный. В Казахстане уничтожили политическую оппозицию. Да, в Казахстане вспыхнул бунт. И столько этот бунт продержался неделю. И бунта нет. Все расстреляны, все пересажены. Политической оппозиции нет. А что с украинскими Майданами, на которых была политическая оппозиция? Лучшая, худшая на политической оппозиции. Они держались месяцами и они побеждали. И президенты отступали или бежали. И вот он это воспринимает. Позвожу Порошенко, а все другие это мелочь. А всеми другими я договорюсь или справлюсь, или куплю. Или запугаю. И вот Порошенко как единственный, по сути, лидер. Он ведь для общества делал, кстати, знак, который для самого Зеленского очень не выгоден, но выгоден для Порошенко. Он обществу очень четко показал, что, по сути, реально единственный политический лидер в стране, оппозиционный, только Порошенко. Так как против него направлен основной вектор всех этих реперсивных действий и прочее. И он не понимает, что это как раз отрицательно влияет на его рейтинги. А что касается рейтинга, ну я жду следующих. Я думаю, что то, что мы должны скоро увидеть, ну так как происходят события, это когда партия «Слуга народа» окончательно перетнет психологический значок, перестанет быть второй. Они еще как-то удержались психологически на втором месте. То есть обвал психологический не произошел. И у ихнего избирателя окончательный. То есть они проседают пока что. Они не обрываются. Они не в пике еще идут. А сейчас ведь они с Батькившиной, со второй, у них-то разрыв от европейской солидарности уже выше статистической ошибки. А с Батькившиной-то в 2-3 раза меньше статистической ошибки. Вполне возможно, что они уже третьи. Но когда они уже четко окажутся на третьем месте, еще и с отрывом определенным, вот тот момент, я думаю, там процессы пройдут очень быстро. Да, кстати, обратим внимание на это. Они вышли очень четко на второе место, и у них уже нет вообще голосов. Они уже ничего не могут собрать. 175-180 голосов. Не 200-210, как в конце прошлого года, а 180 голосов максимум, что могут дать судьи. Ну это тоже показательное. А когда они выйдут на третье место, я думаю, там начнется с процентной разброды шатания. Все начнут искать, как просто не сесть в тюрьму. Ну несколько там идиотов будет, которые будут рвать глотки. Какой-нибудь там дунта, который уже сосветился, ему уже нечего терять. Он уже пройдет по делу о незаконном обвинении Порошенко. А остальные постараются спрятаться где-то. Потом начнут оппозиционную риторику рассказывать. Он уже и Бужанский суг ругает. Не за то, что они не пророссийские, а за то, что они там хамят Герашченко, еще что-то прочее. То есть уже на самом деле там очень серьезные развалы происходят. И вот рейтинг на это повлияет. А по Зеленскому первый порог психологический, когда реально, пусть даже в рамках статической ошибки, но статистика покажет, что Зеленский отстал от Порошенко. Вот тогда все силовики, судьи, все начнут от него дистанцироваться. Все. Вот тогда только те, кому уже нечего спасаться. Вот Татара и Симоненко, тем уже некуда деваться. Те и так должны сидеть в тюрьме. Те и так только в России могут спастись. Ну Россия их примет. А другим, особенно судьям, вот тогда это будет последний сигнал. А когда Зеленский опустится на третье место, вот тогда у него исчезнут все сетативные союзники. Пока что они очень умело работают вот этой вирусной рекламой за счет бюджетных средств. Туда миллиард, туда 8 миллиардов, туда 10 миллиардов. Эти деньги рассасываются, бюджет разваливается. И это закончится еще, возможно, до конца весны, когда уже неоткуда будет брать деньги. Особенно если они раскрутят инфляцию, серьезную инфляцию. Она и так уже большая. Вот тогда может произойти обвал. Но как только для Зеленского вот эти два порога. Первый выйти на второе место, когда все от него откажутся. И выйти на третье место, после чего его начнут уничтожать все. Все. В том числе и Коломойский. Коломойский сразу приориентируется на Тимошенко и начнет просто испепелять Зеленского. И тогда пойдет Пике. Вот тогда он уже, наверное, перестанет быть опасным. Но до этого времени, еще несколько месяцев, вот эта российская угроза, которая накладывается на вот этот период его неадекватности и еще не определившихся окончательно рейтингов в Пике, только проседание, вот это еще самый опасный период.